Я привыкла к общению, когда я показываю свои фотографии живьем, напечатанные, поскольку я динозавр и печатаю до сих пор мокрым способом. То, чем я занимаюсь, называется серебряная фотография, ручная печать. Ну вот я так живу динозавром, цифровой камеры у меня нет, как там на кнопке нажимать я не знаю. И общение у меня, соответственно, я обычно показываю свои фотографии живьем, потому что, конечно, то, что показываешь на экране, то, что вот оно напечатанное, дышит, совсем, конечно, по-другому. Вот, поэтому я прошу прощения, если будут какие-то там заминки и еще что-то, то я тут первый раз в этом формате. Вот, я так поняла, что поскольку проводится цикл лекций о истории фотографии фотографов, и вот кто уже в мире ином о нем рассказывает, Василий и Игорь Лебедев, «А я пока дожила, значит, я должна себе рассказать все честно сама». Вот, но я постараюсь это честно сделать, раз уж, раз уж довыла. Но для начала вот я показываю фотографии, не мои первые три фотографии, это фотографии из семейного архива, которые сняты фотографом Иваном Павловым, который снимал в деревне. И вот история такая, что семья Павлова жила напротив нашего дома, и его сестры-фотографы меня любили, и все приглашали рассказать что-то о семье. Ну вот, я все откладывала, откладывала, думаю, ну вот я потом зайду к ним, и всего-то надо было на дорогу перейти, постучаться и сесть и поговорить с людьми. Ну вот, теперь уже нет ни сестер, ни братьев, но никого не осталось, и фотографа уже давно нет, и дом сгорел вместе со всем. Какой архив там сгорел, это не сказать. Вот, ну вот, у меня остались эти три фотографии, которые я вам показываю. Вот здесь, это жители деревни Ладыгина, потом я расскажу. Это моя родная деревня, моя любимая, ну в общем, я когда даже вижу себя во сне, я все время вижу себя в этом месте. То есть, это вот мое место на земле, наверное, это редкий случай, когда у человека есть какое-то определенное место. Вот у меня это деревня Ладыгин в Тверской области, в Вашневоловском районе. Ну вот, значит, возвращаясь к фотографиям, нет, вернемся назад, вот к этой все-таки. Знаете, фотографии жителей деревни Ладыгина конца 20-х годов. Я, листая там архивы, фотографические соседи, и так кое-кого узнаю, здесь человек 10 у меня, я могу опознать. Я с ними встречалась в жизни. Вот здесь, вот это мой отец, он родился в Петрограде в 14-м году. Здесь ему лет 14-15, отсюда вот выходит, что фотография где-то конца 20-х годов, потому что на ней, на обратной стороне, ничего не написано, не обозначено. Руку держит на плече девочки, это, по-видимому, ее сестра, она с 23-го года рождения. Ну вот, это конец 20-х годов. Когда я смотрю на эту фотографию, я просто проваливаюсь сюда в это время, которое, вот, если бы мы умели читать, ведь вот эти люди, которые изображены на этой фотографии, они уже пережили взрослые Первую мировую войну, гражданскую войну, революцию, гражданскую войну, и теперь им предстоит коллективизация и ликвидация кулачества как класса. То есть это вот то самое время. И колхоз, в котором они объединялись, назывался «Муравей», и вполне возможно, что эта фотография снята вот как раз, когда только образовался колхоз «Муравей», и вот это все на переднем плане, «Муравейщики большие, обутые и разутые». Вот. Ну вот, это время 20-х годов. Теперь посмотрим следующую фотографию. Здесь вот ладыгинские женщины за чаем. Здесь я узнаю всех, потому что это конец 30-х годов, и я, в общем-то, росла с ними, с их детьми, с их внуками. И для меня эти лица все знакомы уже, несмотря на то, что меня тут еще и в проекте не было. Просто я хочу подчеркнуть, что вот мы, когда снимаем, мы снимаем вот эту самую точку, и вот то, что было до того, в каждом лице зафиксировано. То есть вот в каждом лице вся история. Ну вот, если говорить о генетике, то это тысячи, может, даже больше, чем тысячи, какие-то миллионы поколений, которые с начала, существования человечества, вот они дожили вот в этом виде. И вот все это на фотографии. То есть когда мы нажимаем на кнопку, мы вот это фиксируем. Просто я хочу, чтобы каждый, поскольку занимается фотографией, это осознал, нажимая на кнопку, какой-то ответственный момент. И дальше, скажем, я уже, смотря теперь фотографии, знаю какую-то их дальнейшую историю. Вот здесь вот мальчик, вот стоит Женя Павлов, ему, наверное, лет 8-9. Тоже фотография без надписи, без даты, но это вот племянник фотограф, это такая моя точка отсчета, поскольку ему лет 8-9, а я знаю, что он родился в 25-м году, значит, это фотография вот 30-е годы, где-то, наверное, поближе к срединке. Вот теперь следующая фотография. А вот эта вот уже совсем близко ко мне. Это уже моя семья. Это вот тут моя бабушка. Это прабабушка. А повыше вот здесь моя бабушка. Здесь сестры деда, родственники. Вот брат фотографа. Это отец фотографа. Это еще один брат. А это вот тот же Женя Павлов. Вот для меня эта фигура очень значимая. Вот точка отсчета. Вот они снимаются где-то, наверное, в 1938-1939 году. И еще не знают, что дальше будет война, что пятеро из них эту войну не переживут. Вот трое погибнут, двое погибнут в блокадном Ленинграде, а трое погибнут на войне, в том числе и вот эти два мальчика, Шурик и Женя. Вот. Это вот родители Жени. Я их тоже показываю на этой фотографии, потому что в дальнейшем родители Жени подарили мне мой первый фотоаппарат. Фотоаппарат Жени, который погиб во время войны. Я начинаю рассказывать уже свою историю, предысторию я рассказала. Ну вот я родилась 2 июня 1941 года. Всем понятно, что через 20 дней началась война. Отец ушел на фронт, а мы с матерью оказались в деревне Ладыгина, в бабушкином доме. И, соответственно, вот это все детство мое прошло в бабушкином доме в этой деревне. Ну вот следующую фотографию. Это вот бабушкина печка. Это моя защита, опора и надежда. Потому что детство, как я себя помню, мама работала учительницей в Осичинской школе, которая в 3 километрах от деревни. Бабушка там же санитарка в больнице. И с кем меня оставляли совсем в раннем детстве, я не знаю, раньше меня это не интересовало, теперь спросить не у кого. Но, как я помню, я все время в доме была одна. Вот. И печка была вот моей защитой, опорой и развлечением. я там лежала, днями разглядывала узоры дерева на потолочинах. И где-то, наверное, мне было года полтора в соседней деревне бомбили аэродром. Я с этого момента стала бояться самолетов. И как только летит самолет, я слышу гул, я бегом на печку и за трубу, вот тут вот, за эту трубу, прятаться, чтобы меня самолет в окно не увидел. Вот это ощущение, я помню, очень хорошо. После, когда уже кончилась война, отец вернулся, он воевал в конец войны на Восточном фронте, на Дальнем Востоке. Когда он вернулся с войны, то они с матерью переехали в город. И мы с бабушкой, тетушка в это время уже училась в институте, и мы с бабушкой оказались в деревне одни. Бабушка бросила работу в больнице, и мы с ней стали ходить на колхозную работу. И благодаря этому я изучила весь годовой цикл крестьянской работы. Там теребит льон, жатерпом, прополка, копка, картошки, сена. Ну, в общем, все. Буквально все я это очень хорошо знала. Вместе с бабушкой зимыми вечерами мы с ней топили лежанку. Это такая маленькая печка. Вот. И пекли там картошку и сахарную свеклу, с которой мне бабушка делала конфеты. Понятно, что такое конфеты я вообще в тесте не знала. Вот. Только вспоминается один интересный случай. Бабушку кто-то в больнице угостил сахаром несколькими кусочками, и она положила естественно в шкаф. Но я их обнаружила тогда на следующий день. И мне очень захотелось попробовать. Я кусочек лизнула, потом еще близнула и поняла, что мне все сахар съесть нельзя, меня будут рубать. я тогда стала облизывать каждый кусочек понемножку. И когда пришли мама с бабушкой домой, там лежало тоже количество сахара, но уже очень маленькие кусочки. Это такая к фотографии не относящаяся история, но может быть какие-то такие бытовые подробности, поскольку я довела до такого возраста, что вы этого времени не знаете. вот я рассказываю. А потом, когда мне исполнилось 7 лет, родители взяли меня в город, и деревня у меня оставалась только на каникулах. А бабушкина вот еще из таких вот ярких впечатлений детских, когда меня спрашивают вот какие самые счастливые моменты в жизни, я вспоминаю, как утром я просыпалась и видела свет от керосиновой лампы на кухне, бабушка там чего-то делает, и вот у меня такое состояние тепла, блаженства и покоя, которое у меня больше в жизни просто никогда не повторялось. это вот самые лучшие, и не важно, что там был матрасик набитый соломой и спала я на сундуке, вот это вот это ощущение счастья, покоя деревенского дома этой бабушки. Вот, ну вот когда родители уже взяли меня в город, деревня, конечно, оставалась только на каникулах, и я при первой возможности, как только можно было рвалась в деревню домой. Вот, и из таких детских впечатлений посаженные деревни березы под окном, да, о диде я ничего не сказала, значит, в 37-м году он был арестован как враг народа, я, конечно, об этом не подозревала, в семье об этом не говорили ничего, и что я внучку врага народа я узнала только уже зрелый в возрасте, когда об этом стало можно говорить. Ну вот, посаженные дедом деревни березы под окном, это вот пейзаж, который самый любимый в детстве, потому что из окна, конечно, я видела вот эти вот березы, ну, потом вот запах талого снега, запах первого снега, потом скажем, майские, майское цветение и вот этот аромат, потом в юности уже я стала сидеть у нас, сидеть на крыльце и закаты, все краски закатов, я все вечера просиживала на крыльце, любовалась этими закатами, в общем все вот эти вот детские впечатления и потом юношеские, они вот куда-то они на меня давили, я их пробовала как-то материализовать, перевести в какую-то форму, там пробовала писать стихи, писать дневник, пробовала писать акварельки, но все это получалось так неуклюже, что вот тут же выбрасывалось, разрывалось, не нравилось, ну вот в конце концов господь жалился надо мной и подарил фотоаппарат, ну это первая камера, как я уже сказала, это была, был фотоаппарат двоемберного брата, жене, его подарили мне в деревне где-то лет в 10-11 наверное и подарили, ничего не сказали, не объяснили, я вышла на улицу, был солнечный день, я попробовала открыть камеру, в конце концов вытащила кассету, открыла кассету, там оказалась серенькая стеклянная пластинка, я ее положила на траву и с удивлением она наблюдала, как рисуется тень от травы вот на этой пластинке, это вот был мой первый опыт и фотографией я все время в то время не занялась, потому что учить было некому и сама я, конечно, ничего освоить не могла в отсутствии какого-нибудь какого-нибудь учения. вот фотографии я уже фотография началась тогда, когда я поступила в Ленинградский технологический институт и стала жить в общежитии и в моей комнате оказалась девушка с фотоаппаратом, которая уже была опытным фотографом к тому времени, работала в заводской многотиражке и вот она мне стала учить фотографии. Я купила камеру сменную шесть и вот с увлечением начала снимать. И очень смешно, но вот буквально на днях, когда пришел Игорь Лебедев посмотреть, что у меня есть из архива, я обнаружила, что у меня две фотографии с этой первой пленки сохранились и на обратной страни написано ничего, что это еще плохо, первый блин всегда ковым. Вот, это с первой пленки. Это моя первая пленка. Дальше. Да, они два кадра, вообще народ узнавал себя по сапогам. Я сохранила видимо два лучших кадра, а все остальное было еще хуже. Ну, и дальше я снимала всю институтскую жизнь, всякие мероприятия, общежитские, институтские походы, в которые мы ходили. Ну, в общем, это я снимала, печатала под руководством подруги. Училась фотографии, в общем, я освоила самые азы, но в конце концов, как-то вот, меня вот эта вот хроника перестала удовлетворять, я поняла, что я чего-то хочу большего. После окончания института меня оставили работать на кафедре я стала заниматься высоким молекулярным соединением и нефтью и посещать фотоклубы. Надо сказать, что в то время, в 60-е, 70-е годы вообще увлечение фотографий было повальным. И в каждой семье обязательно был увеличитель, ночами печатали фотографии в ванной. Это было просто типичное явление. При каждом ЖЭКе был свой фотокружок и при каждом Дворце культуры был обязательно фотоклуб. И вот я ходила сначала в фотоклуб Дворца культуры Горького в поисках фотографического образования и общения с фотографами. Вот это деревенская хроника, которую я снимала в институтские годы. Это 64-й год. Это деревенские девочки. Теперь они все бабушки. Но вот так они были одеты. Конечно, теперь уже интересно на это посмотреть. Вот следующая фотография. Вот это вот вид с крыльца, на котором я сидела в детстве. Вот это вот береза на территории Павловых. Фотографы, о котором я говорила сначала. вот это вот стадо гонит дому. Одна из первых моих фотографий. Следующее можно показать. Вот тоже стадо гонит мимо нашего дома. Это уже где-то 67-й год. потом из борца культуры Гурького я постепенно перешла, стала посещать заседание фотоклуба зеркало и в конце концов совсем перешла туда в зеркало. В зеркале, конечно, было очень интересно. Это был совершенно замечательный коллектив, который возглавлялся Евгений Юрьевич Роскопов. Если, наверное, должен быть идеальный какой-то председатель фотоклуба, так вот это, наверное, Роскопов. Потому что при его коммуникабельности, при его общительности, любви к фотографии он собрал такой коллектив, где не было ни одного неинтересного человека. Ну, скажем, если так говорить, там было три художника Павел Иванов, Василий Бертольц, который в художнице Аврора работал, Володя Чуркин, художник-график, потом были музыканты, Борис Михалевкин играл в джазе на банджо. И когда Роскопова обвиняют в том, что у него элитарный клуб, он говорил, как элитарный, вот у меня Михалевкин, электрик, он действительно там работал электриком, но он курс, режиссуру у КАЦа слушал в это время, и вот на банджо играл профессиональный такой электрик. Но Валентин Капустин, музыкант оркестра Мариинского театра, ну и так далее, я не буду перечислять. В общем, коллектив был очень интересный, если я скажу, что в зеркале были Чежин, Китая, Мухарев, Читаренко, естественно, Александр Николаев, который фотоагентство возглавляет, Дмитрий Шнерсон, который Музей истории и фотографий, ну вот вот такой коллектив, он был, и каждый творческий отчет, который проходил, это было, конечно, событие, кроме того, что вот свой коллектив был очень интересный, еще Евгений Юрьевич обязательно приглашал, если кто-то из интересных людей приезжал в Ленинград, то он неизменно оказывался в нашем клубе, все ведущие корреспонденты и музыканты часто, барды, вот все бывали в клубе, в общем, жизнь была суперинтересной, но вот таким образом я в клубе дожила до 90-х годов, но поскольку у меня кроме того, что была работа, я наука и семья и всякие жизненные обстоятельства, я фотографию ныряла периодически как в творчестве за глотком свежего воздуха. Но в конце концов я от этих ныряния устала и вот это уже были 90-е годы, если кто-то помнит всю эту нашу перестройку, вот времена были не очень простые и я решила, что я в творческой фотографии завязываю, больше я ее не занимаюсь, не знаю, буду прошивать там к листикам или чего-то еще делать, куда-то себя одевать, но с фотографией точно завязываю. Я раздала и распродала все буквально фотографическое оборудование, оставила себе фотоаппарат «Зенит», то есть «Киев», причем это был первый «Киев» с не зеркалкой, это было фодисное наведение на резкость, в общем, вот фотоаппарат «Киев» с набором оптики, маленькие увеличители, кветы 24 на 30, для того, чтобы можно было печатать для дома, для семьи. Я понимаю, что большинство из вас это ни о чем не говорит, но то есть это тот минимум оборудования, которое позволяло карточки для семьи печатать. Ну вот наступил 1921 год, открылся «Железный занавес» и образовавшийся союз фотокудовников России организует выставку «Фотографируют женщины в городе Рязани». Управление фотоклуба меня на эту выставку, что называется, силой почти выталкивает. Так я оказалась, это был мой первый вообще фотографический выезд. Первый раз я начала, увидела много интересных фотографий и у меня как-то появилось желание вернуться в фотографию, посмотрев вот эту выставку, пообщавшись, общение ушло еще в колуарах, каждый показывал свои фотографии. В общем, было очень интересно. И там же я познакомилась с Георгием Колосом, который в то время был председателем художественного завета союза фотохудожников. Вот. И, соответственно, был там по должности. Через некоторое время Георгий приехал в Ленинград и подарил мне монополь к моему Киеву. Вот. Поскольку это не зеркалка, то как рисуют объектив я не видела. И начала я им снимать и что-то ничего не могла понять в этом. До тех пор, пока в конце концов Георгий приехал в Петербург и по каким-то делам около недели прожил у нас, он мне наладил лабораторию заново. Я так до сих пор с этим, с этой лабораторией я работаю. Вот. Купил новые бачки взамен ранее раздаленных. Мы с ним собрали кюветы большие, где можно было собрать и купили новые. В общем, короче говоря, началась, но начался новый этап уже, не говоря о том, что мы с ним ходили по Петербургу и он мне показывал вообще, как работает моноколь. Это был, конечно, потрясающий мастер-класс, который после этого я поняла, что моноколь он рисует вот так, как я вообще ощущаю. То есть это мой объектив. И вот так я уже больше 20 лет снимаю моноколем и он так потеснил риску анастигмата в моем кофле. Я, конечно, снимаю анастигматом и моноколем, но я с анастигматом и я с моноколем это два разных человека, какой-то разный совершенно поток сознания, я бы сказала. Но это вот вкратце моя история, как я пришла к пикториализму. То есть я ничего не выбирала, меня просто вот, начиная с этой первой камеры фотокор, фотографии. Это фотография снятая в 70-е годы, когда я была в дворце культуры Горького, но печатали мы уже с раскопом в его лаборатории. Потом, когда я была в зеркале, когда во дворце культуры Горького вообще с выставочной деятельностью было не очень хорошо, а в зеркале там уже я опечатала выставочные фотографии, куда-то их рассылали, следующий кадр можно. В общем, вот это тоже снято еще во времена дозеркальные, но выставлялось уже в зеркале. Вот это уже 83-й год, это уже зеркало. Называется их картошка. Вот я показываю только деревенские фотографии, потому что если бы я взяла еще какую-нибудь тему другую, то это чего-то неподнимаемое, поэтому я сегодня все показываю на примере своих деревенских фотографий. Следующие можно показать, вот это называется рассердил. Ну, это вот такие вот примерные фотографии. И когда я начала снимать манулем, то уже появилось какое-то другое видение. Вот еще интересный эпизод, когда в 94-м году американские фотографини пригласили меня приехать к ним. Я ехала через Москву, летела, и в Москве мне Полосов вручил зенит с манулем. Я посмотрела и говорю, ну, слушай, с этим и дурак снимет. Он говорит, вот я этим и занимаюсь. Фотографии, которые я в деревне снимала манулем пейзажные, я как-то у меня когда появился манулем как-то, ну, уже, естественно, и время изменилось, начали выстраиваться какие-то определенные циклы, какие-то темы. Ну, вот, эти фотографии пейзажные, они у меня назывались «Свет утренний» и «Свет вечерний». Это деревня Пашина, там Ладогинский бригадир, это «Дорога в город», это «Конец сезона», это «Кощи коса», еще махи росли на огороде, тогда можно было их выращивать, теперь уже нельзя. Крыша – это из цикла «Майский снег». В 2007 году я поехала в деревню, огород сажать была, жуткая совершенно погода, просто сплошной дофть и ветер, и вдруг 2 мая я просыпаюсь, а кругом снег. Вот я выскочила и быстро побежала с фотоаппаратом вокруг. Через 2 часа снег растал, но вот я сняла где-то около 20 фотографий, вот здесь три фотографии я показываю. Вот это осик такой деревенский, не очень красивый, но вот такое деревенские пейзажи. Это первопол, так называется, первый снег выпал. Это туманное утро, это старая береза посередине деревни, самая старая, до сих пор пока стоит. То, что растет на земле, это как бы всякое растение, это реализация промысла Божьего визуализации на это место на земле. И вот это у меня грябка с чесноком, я ее с осени сажаю, весной появляется щечинка такая из листиков, а чудеса начинаются, когда это зимний чешок начинает стрелковаться. И каждая луковица выкидывает стрелку, которая загибается со своим собственным рисунком. И, конечно, никаких двух одинаковых рисунков нет. Вот поэтому это называется знаки чеснока. Вот я пошла в огород срезать стрелки и думаю, что, что я сейчас срежу и всю эту красоту надо сначала снять. Ну, вот, сняла. Сняла, потом стала печатать и напечатала вот так, именно как знаки можно все показать, но что-то оно мне не очень нравилось. в это время приехал Колосов. Я говорю, слушай, вот я тут чеснока наснимала и вот так напечатала, а в компьютере ему показываю кадры вот полные. Он говорит, слушай, я ничего более композиционного совершенного у тебя просто не знаю, напечатай, пожалуйста, целый кадр, как есть. Когда смотришь полный кадр, вот я смотрю и удивляюсь, неужели это моя грядка в какое-то совершенно неведомое пространство. Этот цикл называется «Осенний день старой банки». История такая, значит, я полезла зачем-то на чердак и свет из слухового окошка упал на какой-то такой блестящий предмет. Это оказалась разбитая банка со всяким мусором внутри. Вот я ее взяла двумя пальцами аккуратненько, чтобы пыль всю сохранить и вынесла, поставила в огороде на скамейку. И потом в течение дня я снимала эту банку, вот, переставляла в какие-то другие места, в общем, возвращалась к ней вот этот цикл «Осенний день стеклянной банки». Ветер дул, ходили мимо, соответственно, родственники. Вот это вот «Осенний день» стеклянной банки. А в конце дня я ее взяла, помыла, вытекнула мотор, помыла и повесила на забот. День кончился. Такой цикл «Осенний день» стеклянной банки. Конечно, здесь мало фотографий, на самом деле их гораздо больше. Это я опять-таки в кладовой обнаружила старое зелкало, которое стояло вот между керосиновой бутылью, уже запылившееся лет 20, его никто не трогал. Он с местами обвалившейся амальгамой. Вот я когда взглянула в это зеркало, там мир был какой-то совсем другой, неузнаваемый и обобщенный. То есть это зеркало, оно видело что-то очень интересное. Соответственно, если говорить об истории, оно видело деда, прадеда, не говоря о бабушке. там очень-очень много оно видело. И вот я взяла это зеркало и пошла с ним ходить и снимать через него. Ну вот это то, что я снимала в избе. Это красный угол, там, где бабушкину иконы висят. Ну, а это тоже крыша дома. Это мы с зеркалом вышли на улицу. Это лошади в поле гуляли. Мы до лошадей дошли. Вот нарцисс соответственно в зеркало смотрится как ему и положено. Это вот окно. Это соседский дом. Такой снизу только фотографии из этого цикла старое зеркало. Понятно то, что я показываю как бы вот кое-что. На самом деле там конечно очень много. Это то, что я снимала моноклим внутри дома и к этому предшествует эфиграф тепло жилья, уютный запах хлеба, стареют стены, тикают часы. Несколько картинок из цикла тепло жилья. И не только в своем доме. Это тоже окно соседей называется портрет окна. Вот тут очень хорошо видно, что окно на самом деле русское, как оно раньше было, что это на самом деле чело. Вот есть лоб, есть нос, есть то есть ну вот портреты все. Вот это называется портрет окна. Вот это светлый дом у соседей тоже. Это тоже соседка веселый свет называется. У нее такие занавесочки все шилье и сквозь них вот так свет пробивается. Это ужин. У нас в доме готовила я ужин, думаю, сейчас я еще его сфотографирую, как я ужин готовлю. Вот собственно кое-что о теплее жилье. это снято уже не моноклеем, это снято индустарм 50, то есть 9 мая 1999 года мы оказались, я оказалась в деревне, 4 часа дня, деревня тихо, пусто, все по домам сидят, и вдруг я услышала звук гармошки. И потом узнаю, значит, следующую историю. вышел вот этот человек, который бригадир бессменный, совхозный уже тогда, вот, и Юрий Петрович, который майор в отставке, летчик, ну вот, они встретились на улице, Анатолий Иванович ему говорит, слушай, Юра, ну такая тоска, хоть возьми гармонь, поиграй, он говорит, ну я ее 20 лет в руки не брал вообще, где у меня тут гармонь. Ну, Анатолий Иванович вот пошел к Ларисе Павловне, у нее на слайде гармонь, он знал, что она там здесь сдули пыль, вручили Юрию Петровичу, и Юрий Петрович все вспомнил, что 20 лет не играл, и заиграл. И на этот звук бармошки все население деревни, которое тогда оказалось, оно все высыпало на улицу. Тут уже соответственно походу начались пляски под гармошку, и началось вот, то есть вот это стихи, возникшее мероприятие, причем ладно бы там какие-нибудь выпившие были, народ весь на трезвую голову был, потом уже сосед принес бутылку какого-то вина, там всем разлил, но это уже было потом. А так вот это просто взрыв какого-то замечательного веселья. И, конечно, когда я выбегала, я взяла то, что у меня было индустар-50, зенит индустар-50, и слава Богу, что он у меня был, потому что монокли тут ни при чем совершенно. вот, но это 4 часа дня и май месяц свет был настолько ядерный, настолько резкий, и что вот если бы вы знали, что такое ручная опечатательство, в общем, я несколько раз попробовала, мне было не напечатать. Если бы у меня была в то время мультиконтрастная бумага, я бы, конечно, справилась, но мультиконтрастной бумаги у меня в тот момент не было. И эти негативы года три у меня пролежали, и все-таки они у меня, я на них периодически посматривала, и в конце концов я все думала, чем мне убрать, это ядерное небо, и чтобы вот люди появились. Вот. И в конце концов я взяла марлечку, стала экономить проявитель, нажать марлечку в баночку с проявителем окунала, и вместо того, чтобы в кювету кидать фотографию, я ее проявляла марлечкой, которую отсюда появилась сетка вот такая обобщающая, а небо я уже дополнительно световой кисточкой, то есть, грубо говоря, фонариком сквозь эту марлечку пропечатала, потемнило. В общем, получилось вот то, что получилось. Вот таким образом родился этот цикл «Гуляй, деревня». Вот это чета Котяскина, их внучка Юля мне потом рассказывала, 9 мая у нас день был, но совсем невеселый. Значит, у бабушки радикулит, она лежала на диване, дедушка сидела у телевизора и плакал. Он всегда плачет 9 мая. И вдруг они услышали гармонию на улице. Значит, бабушку как вихрем сдуло с дивана, дед вытер слезы за ней, вот они уже танцуют. Вот такое веселое мероприятие получилось. Теперь я должна сказать спасибо компьютеру. То есть, все, что я снимала раньше в деревне я ну вот с 60-х годов соответственно все время снимала, ездила в деревню с фотоаппаратом и снимала, конечно, свою семью, предусловно и соседей. Всю, конечно, деревенскую жизнь, потому что фотография меня так увлекла, что я ни снимать не могла. И когда я приезжала в город с этими пленками, ванна превращалась в фотолабораторию на несколько дней и я печатала в семейный альбом для дома, для семьи то, что нужно, а остальное просто откладывалось в архив. Тут я несколько лет назад проводя уборку вдруг увидела этот свой фотоархив и думаю, надо будет посмотреть, что там у меня есть. Вот, а поскольку теперь у меня уже есть компьютер, соответственно, я отсканировала эти, стала сканировать эти старые пленки, ну и прежде всего, конечно, взяла папку, на которой написана деревня. И вот эта съемка 64-го года, то есть это одна из, не совсем из первых, но из первого, скажем, десятка моих пленок. Вот, 64-й год, это я была в деревне Быстрая, там, где тетушка работала в школе учительница, и это ее подруга, она работает в классе, где сразу в начальной школе в одном помещении сидят четыре класса, с первого по четвертый. Вот, я попросила и говорю, Александр Павлович, можно я пойду у тебя пофотографирую? Она говорит, ради Бога, иди снимай. Ну вот, и вот эта съемка той поры, 64-го года, я когда-то для Александра Павловны чего-то, наверное, напечатала, но так бы она и лежала, в конце концов оказалась бы на помойке, если бы не было компьютера и сканера, если бы я все это не сняла и не увидела, потому что прошло когда 50 лет и даже больше с той поры, настолько изменилась эпоха, опять, о времени. Вот, что, вы посмотрите на этих девочек с одинаковыми косичками и бантиками пролистываем. Вот это Александра Павловна. Печка-голландка, вот тут же в классе шапки-пальчишки. Вот это атмосфера школы 64-го года. Бабушка в доме за прялкой, опять-таки, 65-й год. Бабушка с соседом сено перевязывают. Это любимые деревенские мужики, которые иногда стучали в двери и говорили, купить там ничего не найдется. Но когда находилась, вот, на самом деле мужики совершенно замечательные. То есть на них держалась деревня. Вот, два друга, Толя и Серега. Это бабушка. Она дожила до 92-х лет, здесь ей 86. но работала она все время. Тут вот она гребла-гребла, утомилась, легла полежать. Это деревенская дорога к нашему дому. Вот наш дом вот тут, вот он последний деревня. И вот такая к нему дорога. Между прочим, этим прошедшим летом вот дорога была такая же. Как пошли эти дожди. Это стадо в деревне. Это все, что не печаталось и все отрыто из архива, который я отсканировала. Небольшая часть. В Нижнем Новгороде на выставке сейчас ищит львиная доля. Ну, это вот кое-что из того. Это моя любимая модель. Вот Антонину Тимофеевну вы видели в доме, где снят моноклинги. А это она едет на молокозавод, везет бидон с молоком, а в этом ящике она везет хлеб обратно для всей деревни. Я это не печатала никогда. Так же как вот этот тоже можно сказать шедевр, где они от дома отъезжают. Там вот это конечно. Ну, вот это соседка тетя Мокия, строгая такая женщина. А это моя дочка бароню изображает. Бароню сударыня. Это вот на телеге собираются ехать. Бабушка мой сын, дочка, соседка это тоже бабуля, любимый персонаж деревенский. А это бабушка в огороде сидит у дома. Называется «И снова весна». Это на защитном крыльце почеделки. это называется «Отстиралась». Моя тетушка, которая все время нас всех обихаживала. Племянников своей семги у нее не было, зато она нас и кормила, и обсирывала. вот. А это вот, сами понимаете, траву подожили, и теперь убежали тетушка и Сергей Павлович и потушили, потому что кто-то поджег. тем более тут рядом с высокобольткой. Приключение я хотела показать видео, которое сделала Аня Мазу на тему моих деревенских фотографий. это деревенская свадьба. Тот концерт дети устраивали, развечили на концерте. Редактор субтитров Продолжение следует... 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 Продолжение следует...